Я обещал рассказать, что случилось с нефтью, там техасская резьба бензопилой, и сейчас я попытаюсь это сделать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказывал по нефти, о том, что я предполагал, что нефть будет падать, она не вырастет выше, чем 35, но этого не случилось, я ошибся, и в конце видео я сказал, что дальше, так сказать, что-то невообразимое творилось, и народ просит мне рассказать, что уже случилось, и я уже сказал, что надо учиться на ошибках, естественно, и давайте попробуем проанализировать. Но дело в том, что вот тогда, в понедельник, когда я двигал эти позиции, там мне было ни до чего, я, к сожалению, не делал скриншоты, потому что, ну, блин, ребята, это тяжело. Вот, и давайте я вот сейчас расскажу немножечко о том, как работает психология, и что это, к чему это ведет на самом деле. Итак, ну, я попытаюсь восстановить то, что было сделано в понедельник, и как, и почему. Вот, поэтому, ну, то, что сохранилось, я скачал эти файлы, скриншоты из телеграм-чата, которые я веду как раз для выпускников курса биржи для чайников, и, конечно, нет, не курсы биржи для чайников, для выпускников по курсу по опционам. Попасть туда можно исключительно, купив курс по опционам. Я, как бы, там и так очень активно, я не успеваю никому отвечать. Итак, смотрите, вот тот скриншот, который я уже приводил в своем видео. Смотрите, у меня была вот построена такая стратегия. Вот, ну, я всегда обращаю внимание на темно-синюю линию, вот эту. Сейчас вы ее видите. Так, сейчас, секундочку, я включу, включу фонарик. Так, вот, вот смотрите, вот она линия, вот она темно-синяя, вы ее видите, да? Вот, и что это такое? Это профиль позиций. То есть, смотрите, вот здесь вот у меня снизу находится... Так, сейчас, секундочку, вы этого не видите, так, управляющие. Так, вот, вот здесь вот это цена нефти, она движется, если нефть растет, то цена движется сюда. Вот, вот эта вот красная полосочка, она движется либо сюда, либо сюда, если нефть падает. Итак, посмотрите, вот у меня вот такая полочка была. И, посмотрите, вот красная линия – это текущее состояние. Посмотрите, у меня цель получить вот эту прибыль, вот, где-то в районе 60 тысяч рублей. Всего вложено было в районе 100 тысяч на этом счете. Вот, и у меня цель – получить где-то в районе 60 тысяч рублей на 100 тысяч рублей, которые находятся на счете прибыли. То есть, это цель, вот темно-синяя линия. И, смотрите, вот эта цель начинает вдруг резко снижаться после того, как нефть превысит сумму, какую? Ну, вот, как раз в районе 31 доллара за баррель. Смотрите, если будет выше, чем 31 доллар за баррель, то наша вот эта вот линия вертикальная смещается сюда, и моя прибыль резко начинает уменьшаться, и, более того, целевая прибыль уходит в минус. Вот, что страшно. Теперь дальше, что произошло? Вот, да, я здесь пишу, что, ну, да, я, так сказать, ожидаю падения, потому что вот она, вот, раз пик, два пик, и если она дойдет, вот, вот она вот линия лента Бойлинджера, я говорил, и если она пробьет ее, то, в общем, так сказать, есть вероятность того, что она уйдет вверх. Поэтому я поставил здесь вот стоп-лимит на покупку. Ну, собственно говоря, смотрим следующий график, что произошло. Произошло, именно это и произошло событие, то есть оно пробило верхнюю линию и пошло вверх цена. Поэтому у меня купились сначала 10, это автоматически произошло, 10 фьючерсов на нефть, и потом я еще докупил 18. Тем самым я обнулил дельту. Посмотрите на красную линию, она сейчас вот в этом месте горизонтальна, то есть дельта равна нулю. И, соответственно, моя прибыль осталась, она даже увеличилась, целевая прибыль уже стала 70 тысяч рублей. И, собственно говоря, это позволило мне сдвинуть вот эти вот позиции совершенно спокойно, о чем я и говорил, что произошло дальше. Дальше. Дальше у меня уже после этой передвижки практически та же самая картинка, но, да, целевая прибыль уже 70 тысяч, а была 60. То есть, ну, как бы хорошо. Чем ниже упадет нефть, тем лучше для меня. Ну, как бы минимальная прибыль 40 тысяч, максимальная 70. Вот, но есть опасность вот этого вот обвала выше, чем 32. И вот это вот случилось, в общем-то, ну, когда там четверг или пятница. Вот, что произошло дальше? Ну, вы уже знаете, конечно, что произошло. Посмотрите, вот график, и я оценивал, что все вот это вот произойдет именно так. Так, а дальше? Ну, а дальше я не сохранял графики, к сожалению, и поэтому, смотрите, после пятницы у меня все вот примерно вот в этом положении происходит. Смотрите, минус 106 опционов колл 30 вторых и плюс 120 тридцать пятых. Вот, вот она 35. И вы знаете, что цена в понедельник очень резко на нефти выросла, то есть открылась с резкого роста. Там было, насколько я помню, 34.60, то есть где-то уже вот здесь. И вот тут, вот она по красной линии, у меня снижается вариационная маржа на счете, то есть я на счете вижу убытки. Убытки в районе, ну, сколько тут, 20 или 30 тысяч. Вот, но это не главное. Главное то, что я уже нависаю над пропастью, то есть если раньше у меня цель была плюс 70, то сейчас цель-то меняется уже минус 100. И в худшем случае, когда 35 долларов за баррель нефть, если будет, то у меня минус 150 тысяч. И что нужно делать, и что получилось не так, что-то пошло не так. Вот, не так пошло следующее. Смотрите, тот предыдущий маневр, который я сделал, то есть с покупкой фьючерсов, ну, там он получился. Но когда мы вплотную приближаемся вот к этому рубежу, то у меня вариационная маржа снижается, и тем самым у меня уменьшается возможность для маневров. А у меня ГО там было под завязочку уже 100%. И я уже не могу купить фьючерсы. Вот в чем дело. Понимаете? То есть главная ошибка это то, что, ну, в погоне за прибылью, то есть я был практически уверен, что она не вырастет, я зарядил до, по самой не балуйся, ГО. То есть у меня уже нет возможности для вот этого маневра с покупкой фьючерсов. Вот это самое главное. То есть надо ГО держать всегда, смотреть на, не гнаться за прибылью, а держать 50%. Ну, а что здесь можно было сделать? Ну, я купил там, то есть смотрите, у меня дельта там была, ну, где-то минус 10, минус 12, а я могу купить, ну, сколько там, я не помню, уже 3 или 5 фьючерсов я смог купить. Вот, я их купил и начал что делать? Я начинаю, естественно, я начинаю выкупать, то есть у меня все, то есть система не дает ничего изменить, все, вот она. То есть и если у меня на 26 мая будет нефть 35 долларов за баррель, я ничего не могу изменить и я приду вот к этому результату. Ну, понятно, что, в общем-то, очко играет и, соответственно, что я могу сделать? Я могу только выкупать вот эти вот позиции, которые в убытке. А если я их выкупаю, то я фиксирую здесь убыток. И, ну, когда я фиксирую убыток здесь, то у меня вот, то есть я его зафиксировал вот именно вот в этом месте, и у меня уже вот красная линия, ну, как бы вот эта вот штука, яма снижается. И я начал, ну, грубо говоря, закапывать эту яму. И так как у меня все было запредельно, поэтому что произошло? Ну, я по одному буквально выкупаю один кол, вот этот, и продаю один кол, ну, скажем, там, ну, сначала я 34, так сказать, покупал. Но потом уже 30, а, 35 я уже продавал, потом, значит, там, 36 пытался купить. Ну, короче говоря, вот нефть шла сюда, а я по одному фьючерсу или по одному опциону я передвигал вот эту вот стратегию. Ну, представьте, 120 штук по одному, то есть я продал пару штук, вернее, выкупил пару штук колов, значит, смогу продать один кол. Продал, выкупаю, еще один там продаю, выкупаю, продаю, выкупаю, продаю. Тем самым я вот эту вот, вот этот вот обрыв, я его вот так вот, вот, снижаю. Ну, вот, ну, соответственно, здесь я фиксирую, фиксирую убыточные позиции, а вот эти вот позиции, они в прибыли, но я их закрываю. И в результате получается, что вот эти вот убыточные позиции закрываются, я фиксирую убытки, а здесь я фиксирую прибыль, которая могла бы еще увеличиться, но я ее фиксирую. И в результате вот это вот, как бы, коллспред, я не знаю, он уже становится каким-то медвежий, вот, ну, он у меня прикрывается, но при этом фиксируются убытки. И, соответственно, у меня уже сумма, которая на счете, она снижается, и получается, что, в общем-то, прибыль моя очень здорово. Вот, у меня сработал сток. Так, 32, 32, нет, это все. Вот, и в результате произошло, ну, вот, я ожидал, как бы, прибыль в размере 70 тысяч, я за ней гнался, но в результате зафиксировал текущие убытки, там, сколько тут, в районе, ну, там, 30-40 тысяч убытки мне пришлось зафиксировать. Вот такая ситуация произошла. Ну, какой вывод? Не надо гнаться за бешеной прибылью, надо всегда следить за тем, чтобы ГО всегда было не 98, там, процентов, как у меня было даже не 100, а не больше, чем 50 процентов. Тогда можно управлять и покупать, продавать, то есть, дельта-хеджированием заниматься. Вот такая, такие выводы я сделал. Ну, сейчас я еще пытаюсь осмыслить, что делать дальше, но так вот бывает. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демятков Юрий.